Тем временем в Северной Осетии в лагерях беженцев остаются тысячи людей. Для них создаются все необходимые условия. Как утверждают специалисты, сейчас в первую очередь беженцам необходима помощь психологов. Местечко Аллагир в пригороде Владикавказа теперь место боли и скорби. Даже когда здесь встречают родственников, которые чудом эвакуировались из разбитого цхинвали, на лицах не радость, а слезы. За те несколько дней, когда здесь развернули лагерь для беженцев, сюда были доставлены тысячи человек. Условия, конечно, спартанские, зато здесь есть вода, горящее питание и возможность перевести дух после пережитого кошмара. Хотя вместо собственной крыши над головой брезентовые палатки МЧС. Но это тоже актуально. Погода испортилась и на улице идет дождь. Но и такому приему они рады, потому что попросту остались живы все разговоры здесь о войне и о погибших друзьях и родственниках. Десятилетний Роман Джабиев уже хорошо знает, что такое рывущиеся снаряды от Градов. Четверо суток он вместе с мамой просидел в подвале. Ребенок до сих пор в шоке, хотя старается держаться бодро. Но эти обстрелы останутся его в памяти навсегда. Мы на первом этаже в бомбоубежище сидели, а на втором этаже грузины ходили. Парни наши думали, что это наши же осетины, кричали, а они только-только хотели выйти, и они сразу автоматом убежали. Потом гранату на нас бросили вниз. Они не бежали из Сенвали. Они мужественно покидали свои горящие дома. Вернее, то, что от них осталось. Они верят, что их свидетельства когда-нибудь лягут в основу обвинительного приговора. Ведь это были не просто случайные обстрелы. Со стороны грузинской армии и международных наемников велось тотальное уничтожение мирного населения. Начали стрелять, и у меня дом весь этот. Побили весь дом. И я потом со стен вот эти пули доставала. Вот они. Лагерь беженцев не пустует, но места хватает всем. Партиями по 230 человек их отправляют автобусами в ближайшие регионы. Сегодня день Ростовской области. Затем будет Моздок. Помогают, как говорится, всем миром. Собрали детскую одежду. В лагере постоянно дежурят машины скорой помощи. Сердечные приступы здесь не редкость. Когда-то уже танк ехал по Октябрьской улице Мимонаду. Они остановились. Там за ним ехал джип, и он обстреливался их подряд. В лагере беженцев сегодня появилось электричество. Это не только свет в темное время суток. Это прежде всего возможность зарядить мобильные телефоны, позвонить родственникам и сказать, что они живы. Алексей Сонин, Дмитрий Киеновский, Дмитрий Стародубский. Город Алагир, Северная Осетия.